Приветствую друзья, на связи Андрей Жариков и в данном видео я покажу, как вы можете пройти регистрацию на сайте платежной системы Eagle Trade Card. Для этого переходим на официальный сайт eagletradecard.com. При желании вы можете переключить язык на русский. Для этого прокручиваем страницу в самый низ. И вот здесь в левом нижнем углу вы увидите вкладку Language. Я не знаю, почему они ее сделали в самом низу, но вы можете здесь как раз переключить на русский язык. И когда вы переключаете, как видите, надписи становятся на русском языке. Итак, наша задача зарегистрироваться. Для этого нажимаем зеленую кнопку Создать кошелек. Открывается вот такая форма, которую нам необходимо заполнить. Поскольку компания международная заполняем, разумеется, латиницей. Сначала пишем желаемый логин, имя и фамилию. В графе email указываем электронную почту. Очень рекомендую использовать почту именно Gmail, потому что те, кто регистрировался на сайте EagleBitrade, например, с электронной почтой mail.ru имели потом проблемы, потому что письма не доходят. Вот чтобы этих проблем избежать, очень рекомендую пользоваться именно электронным адресом gmail.com. Здесь указываем номер телефона в международном формате. Плюс в начале ставить не надо, потому что количество символов в этой графе ограничено. Поэтому начинайте писать сразу с кода страны. Для Российской Федерации это, соответственно, семерка, а не восьмерка. Язык, опять же, указывайте один из тех языков, который находится в списке. И вводим два раза пароль. После этого нажимаем фиолетовую кнопку «Создать аккаунт». После регистрации на вашу электронную почту должно прийти сообщение от Eagle Trade Card. Тема письма «Confirm Account», то есть «Подтверждение аккаунта». И в письме вы увидите следующее сообщение «Подтвердите аккаунт». Здесь написано на английском. «Здравствуйте! Благодарим вас за создание аккаунта на сайте Eagle Trade Card». Кликните ссылку внизу, чтобы подтвердить ваш электронный адрес и активировать ваш аккаунт. И вы нажимаете фиолетовую кнопку «Подтвердить электронную почту». Если письмо вам долго не приходит, проверьте папку «Спам». Возможно, письмо попало туда. Также, возможно, при регистрации вы ошиблись в написании имейла. И, естественно, в этом случае письмо не может дойти. Тогда, наверное, есть смысл перерегистрироваться заново, уже с правильным имейлом. Если вы подтвердили электронную почту, то вам откроется доступ в личный кабинет. Или, как здесь указано, дашборд. По сути, дашборд можно перевести как «Личный кабинет». Здесь вы видите следующие разделы «Денежный перевод», «Обмен валют», «История операций», «Центр разрешения проблем», «Запросить оплату», «Прием платежей», «Ваучеры», «Поддержка» и «Настройки аккаунта». После регистрации вы увидите следующую надпись «Статус вашего аккаунта анонимный». Упс! Статус вашего аккаунта не позволяет выводить средства со своего аккаунта. Чтобы полноценно пользоваться аккаунтом, нужно пройти верификацию. Каким образом это можно сделать, смотрите отдельное видео. Следите за новостями, подписывайтесь на канал. С вами на связи был Андрей Жариков. Всего доброго!